Сотни портретов на улицах города, песни военных лет, чествование ветеранов и нескончаемый поток благодарности в адрес героев-победителей. Так Ненецкий округ отметил 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционное празднование развернулось на площади Маратсей, где прошел парад, митинг и праздничный концерт. Главными героями праздника стали участники боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны и все, кто причастен к Великой Победе. Это же вечная память. Это самый великий праздник в России. Почему ты так думаешь? Потому что в это время солдаты победили. И им восславляют победы. И очень много в эту Великую Отечественную войну погибло людей. Народный, любимый и самый долгожданный. 9 мая традиционно собирает тысячи горожан. Они приходят почтить память погибших и еще раз поблагодарить героев Великой Отечественной. Кто-то сказал, что если вы забудете ту войну, можно ожидать уже следующую. Так что я считаю, нужно обязательно помнить. И тех людей, которые свои жизни положили ради того, чтобы жили в следующем поколении. Среди участников праздника много молодежи и детей. Многие из них с портретами героических предков. Илона Шарапова пришла на праздник рассказать о подвиге своей прабабушки. Она была старшиной гвардией. Она прошла всю войну. Она жила, конечно, в Каменске-Уральском. Когда она умирала, к ней пришел почти весь Каменск ее провожать. Она была медсестрой. Воевала с своим мужем. Но на войне ее мужа убили бомбой. Да, прям у нее на глазах. Да, она награждена многими почетными орденами. В руках маленького Данилы портрет Сумароковой Павлы Евлампиевны. О ее подвигах рассказать самостоятельно правнук пока не может. Но это не страшно. Ведь папа прекрасно знает историю семьи. Дедушка у меня прослужил на протяжении 10 лет. Он ушел в 1935 году в армию. Призвался, служил в Японо-Русской войне. А в дальнейшем начал служить уже во Второй мировой войне участвовал. И очень много имеет боевых заслуг. Познакомился со своей будущей супругой Павлой Евлампиевной именно во время Второй мировой войны, где и поженился. Рассказывать героические истории молодому поколению необходимо. Еще лучше устами самих героев. Как говорит Прокопий Павлович, участник боевых действий в Прибалтике, в 91 год уже многое забывается. В памяти остаются только самые переломные моменты. Так все падают, падают. А там, ну, команда. Вперед, вперед, вперед. Но потому хорошо я оказался, что быстро санитары меня подобрали. И все, что ты жил, все машины бросает. И тут уже в России. Сегодня ветераны – главные герои праздника. Им все слова благодарности и наилучшие пожелания. Несмотря на почтенный возраст, они бодры духом и готовы общаться с молодым поколением. Пусть знание победы будет одно на многие века. А еще они шагают в составе парада. Приветствуют их неизменно стоя. Возложением венков митинг не заканчивается. Ветераны идут на праздничный вечер, горожане знакомятся с историей военных лет. Вот такой кирпичик хлеба весом в 125 граммов стал настоящим символом стойкости и мужества жителей Ленинграда. Сегодня хлеб так и называют блокадным, ведь его рецептура была разработана в ноябре 1941 года, когда город на Неве был осажден фашистами. В начале блокады основой хлеба была ржаная мука, но несколько раз рецептуру приходилось менять. Не хватало сырья. Вход шли – целлюлоза, жмых, мучная пыль и даже хвоя. Было максимально увеличить количество хлеба, поэтому там добавлялись и мука, и составляющие этого муки. Поэтому для того, чтобы придать объем и большее количество этого, он разительно отличался от традиционного рецепта хлеба. 150 буханок, испеченных в рамках блокадный хлеб, конечно, не имеют того специфического вкуса, но интерес горожан вызывают. Слышала, какого он размера был раньше, сколько выдавали всего. Вот это слышала, да. Вот девочка сейчас в первом классе у меня заканчивает, тоже вот интересно ей. Вот подошли, взяли. Ещё один гастрономический рецепт военного времени рассказали сотрудники военной части. Они угощали горожан полевой кашей. Рецепт почти оригинальный. Гречка с тушёным мясом, только порции в разы больше. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Гречка с тушёным мясом, только порции в дом. И архивной вкус в петры. Рецепт почти оригинальный. Рецепт почти оригинальный. Продолжение следует...